Друзья, вас приветствую на канале Сложного Профта. Меня зовут Сергей и сегодня хочу с вами поговорить про такую штуку как Unit of Work. Надо сказать, что Unit of Work на самом деле паттерн, который по большому счету существует для реляционных баз данных, когда вы можете использовать разные репозитории и одномоментно, грубо говоря, сохранять для каждого репозитория в одном и том же моменте все изменения, которые были в дп-контексте. Я же хочу с вами поговорить про Unit of Work для MongoDB. На самом деле MongoDB это новый SQL, так называемый, документ-ориентед база данных, поэтому реляций там как бы в принципе не существует, но и поэтому Unit of Work как бы тоже не совсем наверное правильно на него натягивать, потому что все по-другому и этим нужно как бы уметь пользоваться. Ну, я назвал Nougat пакет Unit of Work MongoDB, публиковал его и в общем хочу с вами с ним поделиться, чтобы уже не переименовывать, пусть он так и называется. На самом деле это реализация некоторого количества полезных фишечек, которые в общем-то я думаю могут пригодиться кому-нибудь, во всяком случае для тех, кто хочет быстренько начать разработку, установить Nougat пакет, поставить подключение, заинжектить и понеслась. Вот, и наверное давайте переключаться, напомню, что лучше всего подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, а также хочу сказать, что мы есть и в Дзене, мы есть и на Ютубе, ну мы это я, это Колобонга. Я и Колобонга, мы вместе пишем видео иногда в выходные. В общем, переключаемся в Visual Studio и поехали. Итак, наверное, друзья, нужно начать с того, что у меня есть какой-то класс, не важно, что он абстрактный, в общем, какой-то классик, я просто играл с дискриминатором, прикольная на самом деле штука, если интересно, потом расскажу. В общем, есть класс, от которого есть два наследника и я хочу их положить в базу данных. У меня есть приложение, которое консольное, которое создает коллекцию Service Collection, так называемый контейнер, который в общем-то воспользует NetCore встроенный, есть подключенный логер серилок, что было видно, ну и, в общем-то, есть конфигурация этого Юнитуборка, подальше у нас есть выборка всех нужных зависимостей, ну и вот некая какая-то тут реализация есть. Сейчас, если я запущу, у меня это, в общем-то, ничего не заработает, потому что у меня, как говорится, еще и некуда их складывать, нет самого докера, в смысле нет самого контейнера в докере. Я создал небольшую статью, на самом деле здесь я писал кое-что, чтобы не забыть потом рассказать, собственно говоря, и вам в том числе. И начнем мы с того, что я сюда приложил бонусом, так называемые Docker Compose файлы, которые, в общем-то, позволят запустить непосредственно докер. Ну, сделаем вот таким вот образом. Есть у меня файл, я сохранил, сейчас его буду запускать, это Docker Mongo. Надо сказать, что у меня есть два докера, смотрите, вернее, Docker Compose файла. В одном есть просто standalone, а в другом, ну, то есть несколько реплик подключено, ну, такое... В общем, транзакции работают только на репликах. Ну, во всяком случае, у меня не получилось запустить по-другому. В общем, нужно, чтобы было несколько девайсов, в смысле, несколько инстансов, тогда можно будет... Ну, или на одном, чтобы... Ну, короче, чтобы реплика была включена, тогда эта транзакция заработает. В общем, вот они два файла, вот один, вот второй. Давайте начнем с простого. Здесь у нас standalone, mongo-mongo. Давайте я выполню эту команду. Команда выполнилась. Смотрим, вот у меня появился контейнер mongodb с паролем login, пароль mongo. И, соответственно, что мне нужно сделать? Ну, во-первых, мне нужно установить нугит-пакет, который, собственно, я уже установил. И он выглядит вот таким вот образом. Версия 1.0, буквально вот сегодня я его закинул. Я также скажу, что он имеет зависимость от mongodb-драйвера, ну, потому что вся основная реализация там. Единственное, что это такая небольшая надстройка, но я полагаю, что она будет полезна. Первое, что нужно сделать, это подключить к сервисам этот самый Unit of Work. Это делается двумя разными способами. Первый вариант, можно использовать непосредственно конфигурацию, которую прямо задать в самой регистрации. Ну, в данном случае я указал mongo-mongo, my database, здесь вот всякие штуки. В общем-то, они, естественно, не покрывают всех возможностей mongo-клиента. Ну, для старта нормально. Потом дальше будем дописывать, если что потребуется. Ну, и раз у меня уже mongo здесь есть, давайте попробуем к нему подключиться. И для этого, вот в этом месте я поставлю Breakpoint. Мы проверим, что сюда Breakpoint доходит. Что-то поломалось. Нет, вроде проскочило. И смотрим, собственно говоря, что происходит. Итак, Unit of Work, который я, собственно говоря, сначала вот здесь вот зарегистрировал. Дальше я собрал контейнер. В общем, если говорить про спадут Netcore, то это автоматически собирается. И на выходе у вас, ну, предположим, что вот это получено из метода контроллера. И здесь, что я, собственно говоря, делаю. Я получаю логер, я получаю Unit of Work. И вот здесь у Unit of Work я дергаю метод getRepository, указывая, какая сущность и какой тип идентификатора. Вы можете использовать Инты как идентификаторы, можете использовать ГУИД, можете использовать Стринг. В общем, что вам в голову возбредет. Единственное, что нужно указать, что вы конкретно хотите. То есть на выходе у меня Unit of Work. Здесь репозиторий. И я вот здесь вот как раз создаю Concelation Token. Это концепция спадут Netcore. Это Concelation Token на Request. Ну, в общем, будем считать, что у меня якобы есть. Ну, потому что, так или иначе, все операции выполняются желательно в сессии и желательно с каким-нибудь токеном отменой. Ну, и вот здесь вот в Unit of Work я буду дергать. Давайте еще раз запущу. Я буду дергать сессию. То есть вот здесь вот у меня приходит с дурой сессии. Я могу к Unit of Work обратиться, взять у меня сессию синхронно или синхронно. И дальше эту сессию могу, как вы видите, прокинуть по нужным мне, собственно говоря, методам. Единственное, что нужно, наверное, сказать, давайте пока нажму breakpoint и покажу help, и что из себя представляет. Вот, если честно, здесь абсолютно ничего интересного, кроме того, что генерируется некоторый набор документов. Ну, например, есть у меня create-документ. И здесь есть внутренние методы, которые позволяют, ну, в данном случае, вот, возвращают коллекцию из Start-Front до количества уже каких-то, как она, Order-Internal, и, как я говорил, есть External. Ну, опять же, я с дискриментом игрался, не важно, что это такое. В общем, какие-то объекты генерируются, External и Internal, на выходе они объединяются, и потом каждый из них, вот, опять же, используется репозиторий, Collection. Но, если говорить про Collection, то это тот самый Collection, который лежит в MongoDB Driver. Вот, собственно говоря, вы его видите. И, в общем-то, InsertMany или Insert1 в данном случае отрабатывает, тут, как бы, ничего интересного нету, ну, мы увидим немножко больше, чуть-чуть дальше. Итак, мы здесь создаем пачку каких-то, ну, там, по-моему, 10 штучек, еще 100, в общем, какое-то количество создаем. И надо понимать, что здесь у меня есть MongoDB, и мне интересно, как же. В общем, название коллекции можно указать, да? И здесь есть два варианта. Первый – это воспользоваться стандартным способом, который интегрирован уже в систему. И второй вариант – ну, вот, смотрите, прошло, тут мы их напечатали, и тут мы их удалили, и написали дан, и, в общем-то, выжили. Ну, вот такая глупая, на самом деле, коллекция, наборных, вернее, даже не коллекция, а набор команд, которые, в общем-то, что делают? Вот, записывают какие-то данные, и надо сказать, что сейчас включена, так называемая, детализация, да, то есть, давайте я ее отключу, и будет, наверное, более понятно. Давайте вот так вот поставим, false, я опять запущу без уже дебага, чтобы было понятно. То есть, у меня сгенерировались 20, еще потом 2000, и, смотрите, у меня здесь есть вот тот самый метод, который позволяет, вот, print collection, он хитрым образом работает, в том смысле, что он получает все элементы по страничных, то есть, total документ мы здесь видим, getPaged, ну, то есть, мы показываем сколько, а потом, в зависимости от того, сколько делим на количество страниц, страница приходит отсюда по умолчанию 300, то есть, у меня там 1200, в общем, немножко больше получается, чем одна страница. И вот, в репозитории есть метод getPaged, который умеет возвращать iPagedList, соответственно, я могу все эти странички перебрать, вывожу информацию, ну, и, в общем, есть возможность, вот, включить отображение айтемов, а есть, короче, возможность отключить их использования, и в данном случае она включена, показывается, что первая страничка на 300, вот эти айтемы поставлены, ну, давайте пролистаю, здесь вот вторая страница, где-то тут есть третья, соответственно, промелькнула, четвертая, ну, и, в общем, вот, все страницы показываются, и потом, в конце этого действа, удаляем все 2020, ноль в базе, да, мы идем в базу, так, давайте посмотрим, что в базе-то. Так, вот загрузилась она, открываем коллекцию, смотрим, order base, ну, давайте здесь какую-нибудь хрень сделаем, в смысле, какого-нибудь запрос, ну, например, давайте я напишу use, что там у нас, my database, сделаем вот так, вот, ну, а теперь можно писать db, order base, find, ну, этого достаточно, то есть, даже не так, наверное, вот так, или я еще проще сделаю, вот так, нажму f4, ну, чтобы не тратиться на время. Так, я вижу, что у меня ничего не показывается, наверное, потому что, я не знаю, почему, а, у меня же коллекции ничего нет, ну, то есть, давайте попробуем сделать по-другому, я здесь остановлю, здесь упрощу этот механизм, и скажу, что удалять не надо, вот таким вот образом запустим еще раз, этот breakpoint снимем, окей, заглядываем в базу данных, f5, ну, и вот они все, ну, вернее, сказать, вот они все, все айта мы запихнуты сюда, ну, это поле дискриминатора, мы про него не будем говорить, хотя, на самом деле, что-то интересное и полезное, нам важны вот эти, собственно говоря, значения. Ну, и раз у нас тут все получилось, давайте здесь закроем и теперь сделаем, мы попробуем ставить те же самые объекты с те же самыми эмирами, мы получим, естественно, экземпшн, потому что MongoDB скажет дубликация ключей, ну, в общем, поэтому у меня вот эта штука здесь и так вот продумана. Давайте удалим, отлично, удалилось, идем в коллекцию, проверяем, естественно, ничего нету, ну, в общем, тут, на самом деле, все, как бы, самое простое, что можно было придумать. Ну, а теперь давайте поиграем в более интересные вещи, давайте пока все отключу, и я включу такую штуку, которая в Unit.org включена, специально, намеренно, она большую функциональность не несет в процессе, используем, например, на продакшене, но, тем не менее, особенно при отлабке приложения, при старте, при запуске MongoDB, можно эту штуку использовать, и вот что она делает. Там, в глубине, как бы, самого пакета, есть попытка подключиться непосредственно к MongoDB, создать сущность, включить транзакции, ну, и здесь, как вы видите, стендалон сервис, да, дунот, саппорт аналакшн. То есть, она говорит о том, что не нужно попу морщить, ну, в смысле, не нужно пытаться использовать транзакции, а потому что сам сервер не поддерживает транзакции. Ну, и для этого, как вы понимаете, мне нужно запустить второй файл, ну, теоретически я могу даже этот MongoDB вот таким вот образом убить, здесь могу сказать, что да, тут тоже могу убить, она мне, собственно говоря, не нужна, и могу запустить вот второй, собственно говоря, как он называется-то, Compose, короче, новой конфигурации, которая будет называться реплика. Вот. И что здесь происходит? Здесь создаётся несколько инстансов, Mongo1, Mongo2, Mongo3, у каждого из них стоит репл.сет.рс.01, и вот сейчас я вот эту штуку запущу, вот у меня поднялось три инстанса, раз, два, три, и теперь теоретически я могу уже использовать непосредственно транзакции. Ну, как вы понимаете, для того, чтобы подключиться теперь к серверу, нужно немножко другие настройки использовать, я могу отключить здесь кое-что и написать опять же конфиг, кое-что, реплика.сет, например, rs.0, но я хочу другой показать вид конфигурации, то есть сейчас у меня, давайте запущу, покажу, что у меня ошибка, нод транзакшн поддержит стенделон исчезла, другая ошибка, я, видимо, как-то доработаю, тут функционал, она будет показывать более читаемый копий, тем не менее, получается, что у меня теперь транзакции работают, и я могу даже вот таким вот образом, ну, для примера, я покажу, что у меня есть, вот здесь вот, аппсеттинг, которые, в общем-то, в вайсподут.неткор тоже могут место быть, и я через коннекшн стринг переопределяю все настройки, давайте удалю и запустим, нет, я вас обманул, здесь все-таки требуется датабейснейм, давайте сделаем так, то есть система не знает, в какой базе данных по умолчанию подключится, давайте я прямо вот так удалюсь и скажу, да, хочу запустись, ну, и, в общем-то, все нормально, теперь у меня как бы сработало и пришло время заняться непосредственно транзакцией. Ну, для начала давайте еще вот эту вот хрень свернем, это нам, в принципе, тоже не потребуется, и вот этого тоже не потребуется, я хочу вам показать вот такую штуку, у меня есть метод, который выполняется, в общем, здесь выполняется набор операций, давайте я его сейчас вот сюда вот так вот подключу, пусть будет await, ну, конечно же, await, вот этот метод, я его неправильно назвал, давайте его переименую, потому что все, что async, должно кончаться на async, ну, опять же, чтобы не забыть, и сюда мне нужно опустить репозиторий, сюда мне нужно опустить тот самый session, и нужно еще cancellation token source. В общем, что в этом методе происходит, ну, на самом деле, вы знаете, тут ничего такого сверхъестественного нет, вот давайте я вот так вот сверну, чтобы можно было побольше посмотреть, что там есть, и вот здесь делают уже самое. Ну, смотрите, для начала, у меня в метод приходит уже репозиторий, который где-то там, как-то, в общем-то, вау, который вот здесь вот у меня получается наверху, теоретически у меня есть возможность, ну, давайте вот так вот сделаем, еще, по-моему, здесь как-то, нет, я не доделал, но, скорее всего, здесь появится, что репозиторий сюда не должен будет идти, а будет использоваться репозиторий по умолчанию, этот функционал еще пока не доделан, тогда забейте. Поехали дальше. Вернее, поехали сначала. Итак, у меня есть какой-то метод, который внутри себя получает репозиторий, получает сессию и cancellation token, внутри него происходит что? Мы получаем одно, один, то есть документ, то есть один ордер, у которого ID-шник будет 99, мы его добавляем в базу данных, вводим об этом сообщение. Дальше мы создаем еще один интернал ордер с лейбидификатором уже 100, снова добавляем его в базу данных, дальше мы находим, то есть фильтр 99-го ищем, и здесь мы делаем апдейт description на updated, и в общем-то здесь мы как раз апдейт этого 99-го делаем через отмену вставки, если отсутствует этот документ, вводим информацию, если получаем, уведомление о том, что было что-то изменено, то есть, ну и в общем, в конце мы делаем invalid operation, то есть взрываем, как раз, выбрасываем исключение, то есть вот эта вот вся хрень должна отмениться, но для того, чтобы галактика отработает, давайте я пока вот это вот уберу, и соответственно, ну, вот таким вот образом поступлю. Я сейчас запущу, чтобы увидеть, что у меня действительно этот штук создается, и здесь у меня, здесь где-то нужно... так, здесь нужно переподключиться, давайте я не буду мудрствовать, как говорится, лукаво, я тоже сделаю просто подключение, вот этот я тоже, наверное, просто вот так вот удалю, и сделаю подключить новый, монго, пусть будет use, вот так вот, и control-v, и ok. Ну, посмотрите, друзья, я подключил несколько монгов, если так можно выразиться, и указал, что реплика set у меня равен res01, то есть она для всех трех одинаковая, но по умолчанию у монга не знает, что реплика активна, но, вернее, при старте, монго db не имеет в конфигурации установленной реплики, короче, ее нужно активировать, res status, давайте проверим, что она есть, теоретически это можно все в настройке включить, но я вот не стал существовать битабейс, так что у нас тут нет реплики активной, давайте, давайте сделаем, я буду делать это по-хитрому, я на самом деле тоже часто скажу, не помню, как это делается, а не шеет, вот я уже где-то писал, вот реплика, и где-то здесь уже вот готовая нить конфигурации, я вот так вот скопирую, и единственное, что я сделаю, я сделаю вот так вот, ну и дальше, соответственно, нужно настроить, вот я, как у меня называется, rs0, то есть, примерно, прикасен 1, здесь, по идее, мне нужно сделать вот так, и давайте я вот так вот все сотру, и, смотрите, здесь у меня, вот если смотреть вот сюда, здесь будет монга 1, монга 2, монга 3, и я здесь также напишу 1, 2, 3, запустим, ну и смотрите, у меня реплика инициировалась, теперь, собственно говоря, если попрошу статус, вот он, статус реплики, она, как бы, теперь работает и активно, ну и, в общем, так, это мне больше не нужно, вернемся в Visual Studio, и запустим теперь это все, теоретически, ой, что-то я на сломал, теоретически, мы должны увидеть, что у нас в базе появилось 2 записи, и они, естественно, появились, давайте как-нибудь тут что-нибудь обновим, вот моя база данных, вот в ней, наверное, давайте сделаем теперь use my database, f5, db, find, нет, у меня там были, order, нет, order, base, find, вот та вот карта, ну вот они, собственно говоря, мои, давайте еще раз, да, вот обновилась коллекция, ну и смотрите, мне что-то не нравится, order, base, теоретически, я могу, в общем-то, наверное, сделать по-другому, смотрите, у меня есть специальный интерфейс, который называется, iConnection, name, что-то там, так, я не помню, как он называется, сейчас посмотрим, как это, вот, iConnection, name, selector, то есть, есть реализация базовая, я могу сказать, что у меня какой-нибудь, паблик класс, май, давайте получше поднимем, так, май, name, говоря, вот так вот, может быть, и я назову, его вот так вот, май, collection name selector, сделаю имплемент, и я могу здесь, в общем-то, что могу сделать, я могу здесь, название типа, который приходит сюда, я могу сделать, кейрганист switch, type name, то есть, выбрать, нужно мне назвать, кейс, если будет, order, base, теоретически, я могу сказать, return, orders, или там, просто orders, неважно, как это будет называться, ну, или, return, type name, если я никак его не обработал, то пусть возвращается, как есть, и теперь, мне достаточно, в моем контейнере, который вот здесь, вот где-то конфигурируется, сказать, даже вот здесь, да, вот здесь, могу сказать, что у меня, ну, допустим, services, как там будет, add, ну, пусть будет, scope it, и я могу сказать, что у меня, для, вот этого, вот, зарегистрирован, май, коллег, и если я теперь, запущу проект, поставлю сюда, breakpoint, ну, смотрите, пришло название, order, base, я проверяю, что мы order, base, возвращаем, order, потом у меня пошли еще какие-то названия, в общем, не важно, я отпускаю брягу, и смотрю, теперь вот сюда, ну, теперь у меня появилось название, которое мне нравится, в общем-то, этим вы тоже сможете управлять, так, ну, и теперь давайте сделаем самое интересное, давайте теперь видим, что у нас база есть, мы попробуем это, вот теперь, control-u, изменить, еще раз, база у нас, вот, есть, description-69, и description-100, я запускаю, так, ну, давайте я эту штуку, ну, пусть остается, нам, теоретически, не важно, в какой-то базе, вот, я могу сказать, здесь теперь, orders 5, и вот, та же самая, коллекция, я могу запустить это все, и посмотреть, так, у меня, ага, она не может вставить, это совершенно верно, и вот сюда, мне нужно их предварительно удалить, давайте еще раз, запустим, нажмем, обновить, да, у меня теперь коллекция изменилась, то есть, все как бы работает, ну, давайте сделаем вот таким вот образом, что, у меня, допустим, в момент обновления, то есть, я давайте сюда сделаю, по колхозному, я скажу, что у меня это как было, вот, так и осталось, равное, ой, 99, ну, то есть, мы ее будем менять, якобы, вот, так вот и сделаем, вот, но я не дам ее изменить, я скажу, что бы она не вставляла, а, допустим, ну, просто, что бы изменила, я не буду вставлять, ну, я попытаюсь найденную коллекцию, ой, то есть, найденную запись, наверное, 99, обновить, но в процессе обновления, я скажу, что у меня есть экземпшен, вот этот вот, и посмотрим, что у меня получится, то есть, для начала, а, стоп, у меня сессия есть, но она не используется, давайте я ее заиспользую, то есть, client session handle, теоретически, должен каким-то образом, отменить действие, когда используется транзакция, но это совершенно не так, я вас уверяю, нажмем здесь обновить, как видите, коллекция, в смысле, значение обновилось, а мне это, собственно говоря, не нужно было, давайте, давайте вернем, такое же обратно, и покажу, как это сделать, через транзакции, то есть, действительно, чтобы транзакции работали, ну, для начала, мне нужно, вот этот метод, который у меня запускался, напрямую, без каких-либо, я должен сделать, unit work.use transaction, и сюда, вот этот вот метод, грубо говоря, яхко выражаясь, вот таким вот образом, запиндюрить, ну, путем, как говорится, фронтального впиндюривания, вот таким вот образом, так, что-то я сюда не докинул, так, а, ну, вот здесь, как раз, вот session будет открываться, и вот здесь, как раз, cancellation, токен, который пойдет туда, вовнутрь, и, собственно, давайте я сделаю по-правильному, мне сюда нужно дать метод, мне нужно указать, что это order.base.int, и вот таким вот образом, запятая, и здесь нужен, cancellation. Токен, и все, нет, еще запятки, запятки не хватает, проверим, так, мне нужно сюда, repository, client, и вот так, да, мне нужен сюда еще токен, ну, смотрите, теперь я это все пропускаю через unit of work, использую use transaction, здесь у меня оказывается, для какой репозитории, это будет выполнено, теоретически, это можно расширить, и отключить репозиторию, пробразывать сюда, как я уже говорил, ну, и метод, который будет использовать внутри, вот этот вот репозиторий, заданный здесь, то есть этот репозиторий уже пройдет сюда с транзакцией, в общем, давайте проделаем то же самое, я запускаю, у меня transaction rollback, я уже видел информацию, у меня здесь есть идентификатор транзакции, который, собственно, говорит явно, какая транзакция была отменена, ну, и если заглянем, соответственно, в базу данных, нажмем обновить, то, как видите, ничего не поменялось, еще раз, если убрать, собственно говоря, этот exception, и снова выполнить, у меня все выполнится без ошибок, заглянем еще раз, где, вот она, и, как вы видите, обновление прошло успешно, но, в общем, транзакции включились и работают, и это, на самом деле, мне кажется, очень полезная штука, так, ну, что еще хотелось бы сказать, давайте вернемся, вот отсюда, вот сюда, что еще здесь, ну, во-первых, это первая версия сборки, и, скорее всего, она будет развиваться, двигаться дальше, особенно, если поддержку появит, как это, получит поддержку, в общем, напишите в комментариях, насколько данная сборка полезна, стоит ли дальше развивать, надо сказать, что здесь сейчас, а, юнит-у-ворк используется внутри, нукет-пакета, и, теоретически, было бы неплохо, все бизнес-операции, вынести в юнит-у-ворк, ваша собственная, реализация, но, собирает нам того, что уже может тот юнит-у-ворк, который сделал я, то есть, бизнес-операции, поднять на уровень выше, и, соответственно, их можно будет прогонять, по юнит-тестам, не, в общем, как это сказать-то, мокая все внутренние механизмы, то есть, абстрагироваться от сборки, от сборки MongoDB Driver. Ну, что еще, логирование в AirBose я показал, получение iSession показал, постраничное показал, получение репозитория, внутри другого репозитория, да, давайте я вам тоже покажу, смотрите, так, где мне Visual Studio, вот оно, ну, допустим, у меня здесь есть какой-то вот репозиторий, собственно, я могу его куда-то заинжектить, ну, в какой-нибудь контроллер, хотя, знаете что, давайте, наверное, вам бонус такой покажу, я сделал, сейчас я запущу новый проект, вот он, вернее, я уже тестировал эту сборку на iSCODED.NET Core, давайте я вам ее покажу, чтобы уже прям совсем окончательно все точки над ее поставить, сейчас вот это все загрузится, смотрите, у меня есть обыкновенная использовательная это приложение, которое, как вы видите, на шестой версии, в которой только установлена сборка MongoDB, вот она первая, и давайте проверим, по-моему, там уже были обновления, и вам тоже настоятельно рекомендую это делать, о, да, что-то есть, да, вот она есть, я попробовал заинжектиться, и, собственно, и, что я сделал, у меня есть сущности, вот я, кстати, их здесь описал, где-то вот, так, где, да, вот я сделал, как раз по этим экспериментам, эту страничку, то есть, есть у меня страничка, есть у меня сущность 1, в нее есть вложенные сущности, ну, в общем, давайте запустим, чтобы не выдумывать, я к тому, что вы можете скопировать, и запустить, то есть, есть сущность Order, у нее есть Order Items, вот это все от базового документа, у наследованного, который лежит в этой самой библиотеке, есть у меня страничка, которая называется, сейчас я найду, вот, нет, да, Ордерс, да нет, подожди, вот, у меня страничка Index, я сюда инжекчу тот самый Unit of Work, как вы видите, он находится в сборке МЛГО ДБ, я здесь, вот, где вот, получаю репозиторий, getPaged, ну, и, в общем, на страничке получаю, здесь создаю новый, вот, опять же, где репозиторий, вот, я получаю Unit of Work, здесь делаю insert, ну, и, допустим, у меня здесь где-то, вот, я что хотел показать, в репозитории, так, Unit of Work, ну, во-первых, я могу, из любого Unit of Work получить, любой, в общем-то, как вы понимаете, репозиторий, в любой сущности, и, одномоментно, могу их через транзакции прокатить, и тогда у меня все изменения будут, ну, я думаю, что вы поняли, если не поняли, давайте опишите, итак, у меня вот репозиторий здесь есть для создания, я делаю insert one, я перехватываю сообщения, если, допустим, у меня номера дулируются, тот же самый random order, вот, он как бы через R&D копирует какие-то, генерирует какие-то идентификаторы, и если не совпадает, то выдаётся сообщение об ошибке, я его вывожу на экран, и могу удалить какой-то, собственно говоря, order, просто кликнув на него, опять же, я могу это положить в корень сюда, а могу получать в каждом методе, но так как монга работает достаточно быстро, и она не притязательна к таким накладкам, я дёргаю в каждом демни репозиторий, я делаю получить сессию, я в delete one отправляю эту сессию, выборка, ну, в общем, тут как бы, всё на самом деле, как обычно, ничего такого сверхъестественного нету, ну, кроме того, что я вместо cancellation token, везде отправляю request, от типа контекст, request на борт, ну, и если запустить это приложение, давайте, так, запустим, давайте без дебага, ну, в общем, чтобы было понятно, вот у меня тот самый unit of work, вот я нажимаю create, вот я много раз могу его создать, вот у меня 10 айтемов на странице, вот пошла вторая, вот третья, ну, в общем, вот такой вот пейджер, небольшой я сделал, он, кстати, тоже очень, на самом деле, простой, я не стал опять мудрить, вот он, пейджер, и где-то тут, вот на UI, сейчас я еще раз, вот покажу, да, то есть, вот у меня приходит эта коллекция data, вот она, и здесь, на самом деле, вот, рендерится все, а вот здесь, вот, пейджер, в общем, если вам нужны исходники, можете посмотреть, как это работает, он уже настроен на работу, вот с этим, как раз, с iUnit of Work, который внутри, содержит, iPedged Collection, ну, и здесь, и дальше кликать, давайте дождемся, какой-нибудь ошибки, тут, на самом деле, что-то их уже много, нагенерировалось, так, 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 что-то не повторяются, номера, не знаю, насколько это важно, а, ну, вот, какая-то ошибка обработалась, сказалось, что дубликаты, и тут же я могу, вот, нажимать, и, как бы, удалять, давайте, на первую страницу вернемся, и вот, они мне под руку попадаются, я их удаляю, ну, и надо сказать, что здесь у меня еще, не только ордер, внутри него есть еще, так называемый, ордер айтем, и не важно, что это, вот, какой-то обложенный объект, обложенная коллекция объектов, то есть, как свойство, мне кажется, что тут наглядно все показано, вот, наверное, друзья, на этом, наверное, все, если потребуются исходники, я могу их приложить в тот же репозиторий, еще раз, здесь есть уже, ногет пакет, да, наверное, нужно сделать ссылку на сайт, нет, не сделал, но я сделаю обязательно, в общем, здесь уже, где-то есть гитхаб, здесь есть репозиторий, один момент, здесь, в общем-то, уже готовая сборка, можете посмотреть, собственно говоря, исходники, и, может быть, даже где-то что-то написать, посмотреть, дополнить, было бы неплохо, услышать ваши комментарии, пожелания, замечания, пожалуйста, пишите на комментариях к видео, про то, что вот вы сейчас смотрите, но на сайте wabong.net, они тогда до меня быстрее не ходят. Все, на этом я с вами прощаюсь, вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,